Целая волна жестких и дерзких ограблений с летальным исходом прокатилась по России за последние сутки. Как ни странно, жертвами преступлений стали известные и уважаемые люди из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Только вчера трагически ушел из жизни в городе Киев известный актер Михаил Строгань. Сегодня же трагедия в городе Москва. Сегодняшний вечер на улице Тверской-Ямской запомнится надолго. 55-летний российский певец и актер ждал дома своего 17-летнего внука. Месяц назад артисту крупно повезло и он сорвал джекпот в российской лотерее 4 из 20. Выиграл целых 57 миллионов рублей. Во времена пандемии спектакли отменяются и заработки у актеров уменьшились. Поэтому нежданная удача могла здорово поправить семейный бюджет. Однако студент московского вуза, 17-летний внук артиста, был иного мнения. Как стало известно еще неделю назад, московский студент написал своей подруге «Я сильно разбогател, скоро поедем на Мальдивы, будем отдыхать и расслабляться». Родные и близкие артисты говорили, что актер каждое воскресенье садился у компьютера и проверял лотерейные билеты. Он очень ждал счастливый случай. Однако нежданная удача обернулась семейной трагедией. Судя по записям квартирной видеокамеры, внук с дедом о чем-то долго говорили, потом начали спорить. Далее происходит такое, что нельзя описывать на ютубе. В результате трагедии актер ушел из жизни. Виновник преступления, внук артиста, не учел одного, что выигрыш выдается лишь тому человеку, на которого зарегистрирован лотерейный билет. Внук известного артиста уже в полиции. Он был схвачен прямо в центральной студии 100 лото. Уважаемые зрители, а вы часто выигрываете в лотерею? В результате трагического несчастного случая ушел из жизни хорошо известный певец и актер в 90-е и нулевые годы. Ведущий артист и лауреат государственной премии Большого Московского театра. Скончался драматург, поэт и писатель Василий Горохов. Надо отметить, что Василий Горохов очень любил и часто баловал своего непутевого внука.